Майские каникулы дома Вырос спрос на внутренний туризм Тему майских праздников мы затронем чуть позже Здравствуйте! Это программа КФУ итоги недели Сегодня вы увидите Центр притяжения Чем заинтересовал Казанский университет делегации стран-участниц Евразийского межправительственного совета Если условно говоря 70% мы пускаем обычных программистов и будем пускать обычных программистов То порядка 20-25% это будут программисты, которые работают в отдельных предметных областях Дефицитные кадры Где готовят будущих высокооплачиваемых специалистов Мы хотим повысить производительность в 2, 3, ну или большее количество раз Ювелирная работа Почему сложнейший анализ шлифов казанские ученые решили перевести в автоматический режим? Казанский федеральный университет совместно с Институтом языкознания РАН завоевали право на проведение в 23-м году Международного конгресса лингвистов Лингвисты всех стран, объединяйтесь! Как филологи университета стали инициаторами проведения мирового конгресса в Казани Это великолепный ресурс, который появился в руках врача-аллергологов Будьте здоровы! Какой сервис, разработанный биологами КФУ, стал спасением для аллергиков? Казань на этой неделе стала центром притяжения премьер-министров сразу нескольких государств постсоветского пространства Евразийский межправительственный совет в столице Татарстана объединил делегации из России, Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии Совету предшествовали дни двухсторонних встреч между странами Пять стран участниц Евразийского межправительственного совета и еще три страны в качестве наблюдателя Темы для обсуждения разные. Торговля, промышленность, сотрудничество в разных областях Все эти дни для правительственных делегаций были насыщенными Проходил обмен опытом в сфере экономики, образования Эти события не обошли стороной и Казанский университет Так, Институт геологии и нефтегазовых технологий посетил министр энергетики и промышленности Киргизии Кубен-Эчбек Турдубаев Его сопровождал ректор КФУ Ильшат Гафуров Гостью продемонстрировали несколько научно-исследовательских лабораторий И многофункциональный центр геолога гидродинамического моделирования Как обозначил Кубен-Эчбек Турдубаев Кыргызской республике интересны возможности сотрудничества в сфере разведки, добычи нефти Совершенствования технологий разработки существующих месторождений Мы хотим изучить возможности сотрудничества в сфере разведки, добычи нефти В сфере разработки существующих месторождений Совершенствования технологий разработки В сфере подготовки и повышения квалификации наших специалистов И хотели бы обсудить возможные направления дальнейшего развития наших взаимоотношений Не только министр энергетики и промышленности Киргизии посетил Казанский университет То, как выстроена система обучения и подготовки кадров Какие разработки и технологии могут предложить татарстанские ученые В каких сферах, возможно, сотрудничества интересовались представители разных государств О них мы расскажем чуть позже 10 лет в этом году отмечает Институт вычислительной математики и информационных технологий Он был создан в 2011 году на базе факультета вычислительной математики и кибернетики Сейчас здесь ведется работа на базе передовых информационных технологий и фундаментальной информатики Причем уже сегодня студенты и магистранты выводят имя своего института и Казанского университета на мировую арену Так, недавно прошедший чемпионат Северной Евразии по программированию стал тому подтверждением Команда Казанского университета вышла в финал По ряду профессий, которые получают в результате обучения в институте студенты На рынке труда уже сегодня фиксируются и прогнозируются на будущее самые высокие зарплатные чеки Что за программу разработали студенты для абитуриентов И как школьники уже сегодня могут попасть в аудиторию института И в курируемое им молодежное конструкторское бюро Узнала Айгуль Гараева Для каждой решенности поставим этот век в степени и мы можем сравнивать Сложные задачи на специальных курсах для школьников последним объясняют буквально на пальцах Институт вычислительной математики и информационных технологий запустил курсы по подготовке к ЕГЭ по математике и информатике в середине апреля И мы планируем за эти шесть недель как бы экспрессом пройтись по всем задачам Отметив какие-то особые тонкие моменты, обратив внимание школьников на эти моменты Потому что уже время остается не так много перед экзаменом Сейчас самое подходящее, я считаю, время именно для экспресс-курсов С будущими абитуриентами занимаются опытнейшие преподаватели института Всего на курсы записались 42 человека Кто-то запрыгнул в уходящий вагон, позвонив и записавшись буквально накануне первого дня занятий Данные курсы предоставляются университетам, в котором я хочу в будущем учиться Они являются бесплатными и на них я получу достаточное количество нужной мне информации Возможно, эти ребята и станут первыми абитуриентами, кто опробует при поступлении в университет новый чат-бот Нажимая на кнопку «Профориентационный тест» приходит информация о том, что сейчас будет 20 вопросов Профориентационный тест, геолокация, подбор направлений, куда можно поступить с набранным количеством баллов И с учетом предпочтений у бота, который разработали студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Впечатляющий функционал Реализовали они проект совместно с командой из шести татарстанских школьников А площадкой стала всероссийская программа «Сириус» В рамках которой студенты сами сколотили команду из школьников и выступили наставниками для них Выборка учеников происходила на сайте «Сириус», то есть они подавали свои заявки, их дипломы, то есть все их достижения там были Мы просматривали и могли либо одобрить, либо отклонить их заявку Суть проекта в создании бота, способного облегчить абитуриенту поступление в ВУЗ Придуманный изначально только для Института вычислительной математики проект, решили масштабировать на весь университет А зародиться идеей помог личный опыт студента Мансура Галимова, когда он переводился из набережной Челнинского филиала КФУ Не было информации, мне никто ничего не рассказал, вот абсолютно Я просто с интернета все искал, как перевестись, какие направления есть, как в общежитие попасть, что мне нужно делать И столкнувшись с этой проблемой, я подумал, возможно, у большинства абитуриентов такое действительно есть И начал разрабатывать этого бота Сейчас у ребят уже следующий этап – это создание нового продукта совместно с разработчиками из других институтов В частности, из Института международных отношений Взять самый лучший из двух ботов и создать одного общего Почему именно ЕМО? Так как у них на данный момент уже начинается приемная комиссия для иностранцев Им срочно нужно что-то, что будет объяснять, как раз-таки отвечать на все часто задаваемые вопросы И разгружать, соответственно, сотрудников Данным программным продуктом уже заинтересовались представители Института международных отношений Приемная комиссия и Департамент нефтяных связей Которые активно участвуют также в данном проекте И хотят в ближайшее время внедрить данный программный продукт для своих целей А это кадры с чемпионата Северной Евразии по программированию Который является полуфиналом чемпионата мира В соревнованиях ежегодно участвует более тысячи команд из стран СНГ и Балтии В результате отборочных этапов до чемпионата Северной Евразии в этом году дошли 50 команд Артем Ильикаев, Максим Ягафаров, Руслан Капралов и их тренеры Камил Хадеев и Лилия Сафина Аплодисменты! В составе команды два магистранта и один студент четвертого курса Института вычислительной математики и информационных технологий В рейтинге сильнейших команда Казанского федерального университета заняла 14-ю строчку И теперь ребятам предстоит участвовать в финале чемпионата мира Эта команда, наши студенты, они уже второй раз подряд вышли на финал чемпионата мира То есть вот у них сразу два финала будут подряд проходить И действительно в целом это для КФУ и для Татарстана это такое значимое событие Потому что это вообще только третий раз, когда КФУ и вообще какой-либо вуз из Казани представляет команду на финале чемпионата мира А этот финал, он считается самым престижным соревнованием программирования в мире Подготовка команд к чемпионатам, занятия со школьниками, разработка программных продуктов Это только небольшая часть огромнейшего пласта работы, которая кропотливо ежедневно ведется Институтом Мы используем свои нейросети, потому что мы их умеем конструировать На самом деле мало кто в Российской Федерации умеет конструировать, например, свои нейросети, так называемые, свои генетические алгоритмы То есть мы используем нестандартные пакеты, то есть мы понимаем, каким образом их необходимо создать Для того, чтобы они работали оптимально для данной задачи Сейчас, например, у нас идет очень интересный проект, например, для реновации так называемых УЗИ-аппаратов Условно говоря, для того, чтобы на УЗИ-аппаратах даже маршрут ценового диапазона Достичь качества, которое достижимо только для высшего ценового диапазона Плюс обеспечит автоматизированную диагностику, очень сложную ИВМИИД единственный институт Казанского федерального университета Который имеет в качестве своей специфики суперкомпьютерное и высокопроизводительное вычисление Институтом проводятся исследования, которые используют глубокие предметные области Наши фундаментальные исследования мы всегда стараемся максимально быстро уводить в прикладную область Во многих случаях это получается, мы считаем, что будет получено еще больше Вот недавно мы организовали класс суперкомпьютерного моделирования Которым сейчас пользуются не только нашим институтом Но, например, с институтом химии мы ведем совместные работы С институтом фундаментальной медицины и биологии Очень большой объем работы, семь проектов одновременно Институтом был обновлен парк существующих цифровых образовательных ресурсов Образовательные программы адаптируются применительно к области и фундаментальных, и прикладных исследований Что касается классификации будущих выпускников института, здесь все также четко регламентировано Если, условно говоря, 70% мы выпускаем обычных программистов и будем выпускать обычных программистов То порядка 20-25% это будут программисты, которые работают в отдельных предметных областях Например, программисты-медики, программисты-физики, программисты-химики, программисты-биологи Такие междисциплинарные специалисты сейчас очень ценятся обладать наивысшими зарплатными человеками И вообще являются редкими специалистами, которые позволяют двигать экономику И российскую, и мировую в частности И порядка 10% это специалисты, именно исследователи, которые будут продолжить работать в рамках фундаментальной науки Институт вычислительной математики и информационных технологий является куратором студенческого конструкторского бюро Центра цифровых трансформаций КФУ Который, в свою очередь, работает как со студентами, так и школьниками Здесь они имеют возможность пройти весь цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ От формирования технического задания до реализации проекта Они имеют доступ к аппаратному вычислительному всему потенциалу То есть у нас есть высокоточное оборудование, у нас есть, например, суперкомпьютер Который они могут использовать для своих целей, для своего обучения Помимо этого, мы как наставники, мы работаем со студентами, мы передаем свой опыт, свои знания Мы их консультируем, мы поднимаем их профессиональные навыки В настоящее время здесь ведется работа по технологическому обеспечению учебно-научного центра имени Карпова Открытие которого планируется в июне Центр станет инновационной платформой, на базе которой будут изучаться трактаты Проводиться турниры по шахматам, шашкам, го и другим модификациям игр Внеучебная жизнь института вычислительной математики и информационных технологий Столь же насыщена и многогранна И творчество далеко не единственное направление, в котором студентам института предоставляется возможность реализовать себя У нас есть такие направления, как спорт, кураторство Кураторы – это те люди, которые помогают адаптироваться первокурсникам или абитуриентам Также у нас есть направление медиа-центра Ребята там занимаются оформлением соцсетей, ведением и созданием собственной айдентики, то есть стиля оформления Также у нас есть добровольческий центр Там ребята у нас помогают животным, которые в приютах, людям Также у нас есть подшефные пожилые люди, к которым мы организуем выезды И тем самым мы проводим, так сказать, благотворительную деятельность В этом году к традиционным ежегодным мероприятиям добавились и специальные, приуроченные к юбилею Ведь Институту вычислительной математики и информационных технологий исполняется 10 лет Две пятерки нашему институту шутя обыгрывают эту дату сами студенты За постоянный прогресс и постоянную активность Айгуль Гараев, Андрей Багаудинов, Хафиз Гараев, КФУ, итоги недели Технологии искусственного интеллекта используют и ученые Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Здесь, в научном центре мирового уровня, разрабатывают технологию автоматического анализа шлифов Это необходимо для изучения пород полезных ископаемых В результате анализа шлифа определяется минералогический состав породы Для нефтегазового дела одна из актуальных задач при исследовании месторождений Сейчас анализ шлифа проводится исключительно вручную Как его максимально автоматизировать? Как раз то, над чем сейчас работают в институте Специалисты разрабатывают технологию, которая не потребует значительного времени И не будет подвержена влиянию человеческого фактора Роза Зарипова увидела, как это будет выглядеть Анализ шлифа начинается с шлифовальной минералогического кабинета Необходимо пройти около 40 этапов Прежде, чем тонкая пластинка горной породы или минерала, приклеенная на стекло, попадет в микроскоп ученых-геологов Шлиф вытачивают до 30 микронов, что равносильно толщине скотча В руках я держу шлиф горной породы Это известняк, нефтенасыщенный известняк В порах находится нефть Сейчас я ставлю этот шлиф на столик поляризационного микроскопа Вижу также структуру пустотного пространства Поры, каверны, трещины То есть те участки шлифа, по которых может мигрировать нефть После подготовки шлифа начинается ее ручной анализ Каждую пластину отдельно рассматривают под оптическим микроскопом Процесс этот трудоемкий и энергозатратный Человек, который хорошо владеет оптическим микроскопом Он может в день писать 3-4 шлифа Нас этот вариант не устроил И поэтому родилась идея в рамках национального проекта Убыстрить этот процесс Достичь этого удается за счет разработки автоматизированной технологии Анализа изображения шлифа Это симбиоз научных групп геологов и математиков В рамках работы научного центра мирового уровня По освоению жидких углеводородов при Казанском университете После того, как мы сделали хорошие фотографии Все эти изображения мы передаем математикам Которые обрабатывают эти изображения Они находят алгоритм разработки И передают скорость процессу за счет компьютерной программы Подобные программы по обработке изображений шлифов были и ранее Однако все они имели погрешности И были далеки от идеала Что влияло на качество результата Планируется разработать программу для каждого типа пород Для песчаников, известняков, нефтяных толщ Начали с простых Это изображение кварцевого песчаника Когда нам передают материал То есть это цифровые изображения Нам еще передают техзадания Нужно, получается, провести анализ Петрофизических шлифов Задача программы Выделить зерна Того или иного размера, той или иной формы Показать пустотное пространство Вот здесь на фотографии с зелеными контурами показаны зерна А то, что не закрашено зеленым цветом Это у нас пустотное пространство, это поры Нам известен масштаб съемки Поэтому, опять же, программно Это изображение обрабатывается И мы можем получать компьютерное сведение О размере зерен, о форме зерен О типе пустотного пространства Это поры, трещины или каверны Время, как известно, деньги или контракты Заказчики ждут результатов В этом направлении Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета Сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями Татнефтью, Самаронепинефтью, Роснефтью, Газпромнефтью А также с Всероссийским научно-исследовательским институтом Океангеология Потенциальному заказчику очень важно знать Какова пористость, какова проницаемость горных пород Какова их нефтенасыщенность Такие результаты можно получить, изучая шлифы Для заказчика важно знать, каковы запасы в недрах Стоит задача повысить скорость исследований Изучать в день не 3-4 шлифа А увеличить объемы до 50 шлифов В идеале планируется создать программный продукт Позволяющий автоматизировать процесс съемки и обработки шлифов И свести человеческий фактор к минимуму Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ, итоги недели В Казанском федеральном университете началась подготовка к Международному конгрессу лингвистов Этот мировой форум пройдет в Казани впервые До конгресса еще есть два года Но уже определен состав его оргкомитета Инициатором проведения выступили филологи КФУ Совместно с Институтом языкознания Российской академии наук О масштабах конгресса, а и о других проектах Института филологии и межкультурной коммуникации А также о приемной кампании мы сегодня поговорим с его директором Радифом Замалядиновым Здравствуйте, Радиф Ревкатович Здравствуйте 2021 в России год науки и технологий в Республике родных языков и народного единства В связи с этим в институте какая работа ведется? Мы гордо можем сказать о том, что это наш год Год возможностей для дальнейшего развития Института филологии и межкультурной коммуникации Ибо те цели, задачи, которые поставлены президентом страны, президентом республики Они практически отражают основную миссию нашего института И результаты нашей работы в первые 4 месяца 2021 года, они неплохие Они даже, можем сказать, впечатляют нас Ибо за вот это короткое время было проведено около 20 мероприятий Половина из них носила международный характер И где-то одна треть мероприятий прошла с участием учителей и обучающихся Общеобразовательных организаций нашей республики, страны Принимали участие в мероприятиях и учащиеся других стран Конечно, я хочу поблагодарить руководство страны, республики и нашего университета За то внимание, которое оказывается науке За то внимание, которое оказывается мером поддержки талантливой молодежи Для их прихода в эту сферу А также за то внимание, которое оказывается в части поддержки языков и культур Населяющих нашу страну В 2023 КФУ примет Международный лингвистический конгресс Я знаю, что приготовления уже начались к нему Можете раскрыть некоторые подробности Да, действительно, в 2020 году Казанский федеральный университет Совместно с Институтом языкознания РАН Завоевали право на проведение в 2023 году Международного конгресса лингвистов Это одна из самых авторитетных и масштабных профессиональных ассоциаций В области лингвистики И, конечно, мы очень впечатлены и озадачены в то же время Потому что предстоит серьезная работа в части организации проведения этого крупного мирового масштаба мероприятия Президентом, почетным президентом данного конгресса дал согласие стать наш президент Президент Республики Рустам Наргалевич Магниханов В качестве вице-президентов выступят ректор Казанского федерального университета Ильша Таравкатович Гафуров и директор Института языкознания Российской академии наук И в настоящее время уже на уровне университета создана организационная комиссия И подготовлен проект решения о создании соответствующей рабочей группы на уровне республики Не за горами активная часть приемной кампании Вот в этой связи ждет ли что-то новое абитуриентов и ФМК? Нас очень радует то, что в этом году мы получили порядка 160 дополнительных бюджетных мест Для обучения в нашем институте Мы принимаем на 39 программ Из них 26 это программы бакалавриата и 13 программ магистратуры Есть определенные изменения Они были приняты и на уровне нашего учредителя Есть они и на уровне университета и института В частности, именно в этом году мы начинаем прием на очно-заочную форму Имеются изменения и на уровне института, университета Вся подробная информация размещена на сайт университета Также более детально, если заинтересуют данные изменения Можно обратиться к специалистам института филологии и межкультурной коммуникации И на страничку сайта института, где подробно мы все эти моменты описали Большое спасибо за интересную беседу Вам спасибо, желаю всего доброго Спасибо Весна вступает в завершающий месяц И не всех она радует Например, людей с конных к аллергии Весна в этом году ознаменовалась резким потеплением Дожди разбудили растения и деревья раньше обычного Что и приводит к их раннему цветению В свой особый календарь цветения и растений вынуждены смотреть аллергики И поможет им в этом система мониторинга Разработанная сотрудниками института фундаментальной медицины и биологии Сервис Полинлаб помогает людям, имеющим аллергию на пыльцу растений Следить за ее концентрацией в воздухе Благодаря команде ученых проект, задуманный для медиков Превратился в доступное для татарстанцев приложение Роза Зарипова расскажет, как оно работает Авокадо, шпинат нельзя Оречи мне никакие вообще нельзя Сырые, ни в коем случае Айгуль перечисляет продукты, которые ей нельзя есть До и во время пыления деревьев Герой нашего сюжета страдает полинозом вот уже 10 лет К заболеванию добавляется и перекрестная пищевая аллергия С весной Айгуль расцветает яркими аллергическими проявлениями Слезотечения, чихания, заложенность носа Исключать приходится не только продукты На время перестает использовать декоративную косметику И даже ограничивает прогулки на свежем воздухе Бывает, что приходится не выходить на улицу Особенно когда я была беременна или кормящая Последние 5 лет Я стала дважды мамой И в этот период я была сначала беременна, потом кормила Потом снова была беременна и снова кормила Мне нельзя было употреблять никакие антикистаминные препараты И какой-то период мне приходилось находиться дома Чтобы самый пик, когда на улице жарко в мае И цветение вот такое очень бурное Что летает в воздухе, знают ученые Из Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Сотрудники кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья На протяжении 7 лет изучают особенности пыления 200 километров это не расстояние для пыльцы Ветрами, ветром, воздушными потоками Это же микроскопические, мы же так ее не видим А в воздухе ее много И они разносятся очень даже широко Вот еще у нас в городе не было растения Сорное растение, есть такое амброзия Мы еще в городе не находили эту амброзию Но она в наших пробах уже с 15-го года есть И я вот недавно только нашла эту амброзию Рядом, недалеко, здесь, около Чеховского рынка Обнаружить пыльцу в воздухе ученым удается при помощи итальянского пыльцеуловителя Аппарат устанавливается на высоте не менее 10 метров На крыше дома или другой открытой местности Сегодня прибор стоит на балконе одного из жилых домов в Казани С помощью него можно узнать пыльца какого дерева или растения витает в воздухе Показания с прибора снимаются раз в неделю На пыльцеловителе у нас крепится лента Которая будет собирать пыльцу в течение недели Она такая длинная, она поделена на сутки, на 7 суток Потом мы эту ленту снимаем, разрезаем И наклеиваем на стекла, на предметные стекла И окрашиваем сразу, вот эту ленту окрашиваем специальным красителем Который окрашивает в розовый цвет красивый пыльцевые зерна Потому что вот сразу видно на этом препарате, на этих препаратах Вот они все черные, потому что это пыль Там столько пыли Пыльца серая снаружи и убийственно красивая внутри Под микроскопом ее зерна выглядят как яркие пятна Изучив характер природы пыльцы, ученые из Института фундаментальной медицины и биологии Также могут определить ее концентрацию в воздухе А затем есть у нас коэффициент для перевода этих величин, цифр На один кубический метр в сутки То есть можем сказать, сколько единиц пыльцы того или иного вида растения В одном кубическом метре содержится в этот день Сегодня в воздухе преобладает пыльца ольхи и орешника Скоро начнется пыление березы Мощного и, пожалуй, одного из самого опасного аллергена для больных полинозом Узнать о предстоящем пылении того или иного дерева и растений может каждый Кому как воздух необходима эта информация Актуальный прогноз по аллергенным растениям есть на бесплатном сервисе Полинлаб Им уже пользуются врачи и пациенты, страдающие полинозом Это великолепный ресурс, который появился в руках у врачей-аллергологов нашего города И в руках наших пациентов, которые мы с удовольствием используем Поскольку на этом ресурсе имеется, во-первых, полинологический атлас Где пациенты могут понять, как выглядит пыльца Когда она начинает пылить и появляется в воздухе И самое главное, что там информация, которая регулярно обновляется О концентрации тех или иных пыльцевых аллергенов в воздухе города Казани Научным руководителем проекта выступила Кадрия Ибрагимова Сам сервис по мониторингу был разработан ее студентом Магистром Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Булатом Вагаповым По состоянию здоровья Булат связался с нами в режиме онлайн Он рассказал, что с момента разработки сервиса А прошло ровно год, число посетителей растет ежедневно В период, когда он только-только появился и стал доступен То там приток посетителей был следующим От 150 до 300 пользователей в сутки За месяц где-то нас посетило около 1500 уникальных пользователей Сейчас показатели немного выше Это около стабильные 300 пользователей в сутки А уникальных пользователей что-то около 2700 На сервисе есть календарь пыления Цветами показывается уровень содержания пыльцы в воздухе Красный – наиболее опасный для здоровья аллергиков Благодаря сервису человек, имеющий аллергию на пыление Может спланировать прогулку, скорректировать питание Если надо, спланировать отпуск Врач-аллерголог высшей квалификационной категории Рассказывает, что ежедневно на прием приходит до 30 пациентов Страдающих полинозом Основной метод лечения аллергию на пыльцу Это аллергенспецифическая иммунотерапия Определяют причинно значимый аллерген Вводят его в нарастающих дозировках Обычно это в предсезонный сезонный период То есть начиная сразу после Нового года И вплоть до сезона цветения И во время сезона цветения И вот за это время организм успевает получить Довольно-таки большую дозу аллергена И выработать фактор защиты Вот этот метод, он применяется Не только в инъекциях А и в виде капель подъязычных Или таблетки подъязычные Для рассасывания Одна таблеточка один раз в день В течение полугода И ты освобожден от симптомов аллергии В планах у команды Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Автоматизировать работу пыльцеуловителя Создать систему, чтобы компьютер сам определял тип пыльцы В идеале ученые хотят создать Собственный пыльцеуловитель Не имеющий минусы, а только одни плюсы Планируется, что это будет Научная коллаборация Института фундаментальной медицины С Институтом вычислительной математики И информационных технологий Казанского университета Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ Итоги недели Как пережить майские без последствий для здоровья Далее в программе Также вы узнаете Казанский звездочет В честь какого астронома Открылась уникальная выставка в КФУ? Перед нами первое периодическое издание Которое издавалось в Казани Первый в Российской империи Какое казанское издание Стало влиятельной газетой своего времени? Казанский федеральный университет Принял участие во всероссийской акции Диктант Победы Исторический диктант прошел по всей России А также за ее пределами Участники из 80 стран мира Отвечали на вопросы О Великой Отечественной войне Помимо теста на русском языке В этом году были разработаны варианты На английском и китайском языках Площадку для написания диктанта Организовали на базе Института международных отношений Участие в акции Очно приняли более 70 человек В том числе и студенты вуза О других событиях недели Казанского федерального университета В нашем дайджесте Казанский федеральный университет Может начать подготовку кадров к Киргизии Об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Кыргызской республики Лугбека Марипова С представителями деловых кругов Татарстана Ее участником стал Ильшат Гафоров Ректор КФУ выступил с предложениями О взаимодействии в сфере образования и науки Нефтегазовых технологий И добычи полезных ископаемых Как раз дорожная карта взаимодействия Между КФУ и вузами Киргизии Обсуждалась во время визита в университет Делегации Киргизии Во главе с чрезвычайным И полномочным послом Гульнарой Кларой Самад Ее принял Ильшат Гафоров Сегодня в Казанском федеральном Обучаются 95 граждан из Кыргызской республики А сотрудничество идет с 14 научно-образовательными Центрами страны И как отметили стороны Контакты будут расширяться Готовы развивать совместные проекты с Татарстаном И в частности с КФУ и в Узбекистане Об этом говорил премьер-министр страны Абдула Арипов на встрече с Рустамом Минихановым Ее участником стал и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров В пользу, если возможно, хотел бы Выразить признательность Уважаемому президенту Республики Узбекистан Шапкатамирамонычу Мерзиеву Ильшат Гафоров стал почетным доктором Института Востоковедения РАН Церемония вручения диплома и мантии Ректору Казанского федерального Состоялась в Москве Развитие кадров, интеллектуального потенциала И цифровые двойники грузовиков О совместных проектах на этой неделе На встрече говорили Ильшат Гафоров И генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин Сегодня Набережная Челнинский Институт – основной поставщик кадров Для предприятия Кроме того, КФУ и КАМАЗ продолжают работу Над совместными проектами В области цифровизации большегрузов И их производства Уникальные письма, научные труды и экспонаты В КФУ открылась выставка «Звездочет» Она посвящена 115-летию Со дня рождения астронома Дмитрия Мартынова С 1951 по 1954 год Он был ректором Казанского университета Экспозицию наследия Мартынова Приурочили к 60-летию первого полета Человека в космос и годы науки и технологий Выставка будет открыта до 30 мая На выставке представлены те материалы Которые прислал сам Мартынов Директору музея истории Стелли Владимировне Писаревой Это было в 1978-1979 году 10 дней предстоит большинству татарстанцев Отдохнуть, набраться сил И отметить праздники Как это сделать без вреда здоровью? Поговорим сегодня с врачом-гастроэнтерологом Заведующим кафедрой Института фундаментальной медицины и биологии Саяром Абдулхаковым Здравствуйте, Саяр Рустамович! Длинные каникулы большинство специалистов Из-за коронавируса рекомендовали проводить В кругу семьи на дачах, за городом Но ведь помимо ковида, от которого мы уже знаем, как предохраняться Есть опасности и другие И связаны они с перееданием И в чем вред такой пище, как, например, всеми любимые шашлыки? Добрый день! Ну, надо сказать, что вредной пище, вредных продуктов их практически нет Другое дело, все должно быть в меру И когда мы с вами говорим о любви к шашлыкам К острым салатам К майонезу, которым мы приправляем эти салаты Надо опять-таки понимать, что все должно быть в меру На самом деле, если человек абсолютно здоров, если у него нет никаких заболеваний Со стороны пищеварительной системы То употребление в праздники шашлыка, пусть даже немножко более поджаренного, чем это должно быть Абсолютно не несет никакого вреда здоровью Другое дело, когда у пациента есть какая-то патология, какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта Вот здесь надо быть, конечно, более настороженными Не секрет, что у шашлыков частый спутник — это алкоголь Может быть, не всегда, возможно, в больших количествах И обязательно крепко алкоголь, но он все-таки есть Какие рекомендации вы можете дать в этом случае, если алкоголь неизбежен? Хороший вопрос На самом деле, сколько бы ни говорили о том, что небольшие дозы алкоголя, они могут быть где-то даже полезны Ученые всего мира сейчас пришли к выводу о том, что безопасных доз алкоголя все-таки не существует И любой алкоголь в любом количестве А мы обычно перешитываем всегда на абсолютный этанол Будь то вино, крепкие алкогольные напитки или даже пиво Так вот, любой алкоголь, он в той или иной степени способен при регулярном употреблении Наносить повреждающий эффект в первую очередь печени и поджелудочной железе Поэтому, конечно, с этим надо быть очень осторожным А если у пациента есть заболевание желудка, поджелудочной железы или печени То по возможности полностью исключить прием алкогольных напитков А что происходит, когда мы, так скажем, употребляем такую комбо? Когда у нас и шашлыки, и вчерашние салаты, и алкоголь Ну, опять-таки, даже здоровый человек не всегда очень хорошо перенесет Такой объемный прием пищи, включающий салаты, шашлыки И если человек здоров, но после употребления объемной пищи Он чувствует какой-то дискомфорт или тяжесть Вот в этой области, которую мы называем эпигастральной областью Здесь можно посоветовать принять вместе с едой Таблеточку ферментных препаратов Это безрецептурные препараты, которые, в общем-то, доступны всем А если речь идет о пациенте, у которого есть заболевание Опять-таки, поджелудочное или желудка То здесь, конечно, надо постараться немножко умерить объем потребляемой пищи Ну, и, наверное, сделать ее более диетической, несмотря на праздники Приезд на дачу на майских – это зачастую еще и физическая нагрузка Особенно люди пожилого возраста с большим энтузиазмом Берутся за лопаты, тачки и начинают предотворять лозунг «Мир, труд, май» И заканчивается это не всегда хорошо, если так можно выразиться Вот чем опасно и как можно предостеречь зрителей, которые планируют активно и праздновать эти все 10 дней И в то же время днем работать? Ну, и опять-таки, наверное, не совсем правильно будет говорить об опасности А просто надо правильно дозировать нагрузку, в том числе физическую нагрузку Если мы с вами говорим о пациентах более старшего возраста У них, как правило, всегда с возрастом у нас с вами мускулатура И в том числе мышцы внутренних органов становятся более слабыми И поэтому вероятность заброса, допустим, содержимого желудка Оно, как правило, кислое и агрессивным является для пищевода Так вот, вероятность этого заброса всегда выше Когда мы с вами поели и сразу пошли работать в саду И вынужденно наклоняемся и таким образом провоцируем вот эти вот рефлюксы, так называемые забросы Поэтому что здесь можно посоветовать? Если уж нам предстоит физическая работа в саду Особенно речь идет о наших родственниках, родителях, родственниках более старшего поколения То нужно их предупредить о том, что интервал между вот такой, между приемом пищи и физическим трудом Который связан с наклонами или с подъемом тяжести, он должен быть хотя бы полтора-два часа То есть после того, как вкусно поел и много поел, лучше полежать, как я это люблю делать Ну, на самом деле, речь идет как раз о том, что и лежать тоже нельзя Потому что горизонтальное положение также будет провоцировать забросы Поэтому лучше, выйдя идеально, после приема пищи, полтора-два часа быть в вертикальном положении Походить, прогуляться, можно посидеть, что-нибудь почитать, но не ложиться и не наклоняться Ну и последний, наверное, вопрос Как вы все-таки нашим зрителям посоветуете провести эти ближайшие 10 дней? В каком режиме? На самом деле, достаточно неожиданным получились вот эти 10-дневные выходные И, если уж говорить откровенно, они далеко не для всех являются выходными Потому как многие все равно будут выходить на работу Кто-то будет продолжать заниматься со студентами Поэтому их нужно провести так же активно, как и, наверное, все остальное время Не забывая об умеренной физической нагрузке Не забывая о том, что приемы пищи должны быть сбалансированы Без, опять-таки, переедания Мы уже говорили о вреде переедания Ну и, наконец, надо провести их так, чтобы последующие 10, а то и 20 дней Не пришлось нам лечить последствия того, что произошло за эти 10 дней выходных Это как в Новый год, да? 10 дней января работаем, еще 10 дней отходим Отдыхаем, потом работаем Потом работаем Большое спасибо за интересную беседу Спасибо, спасибо вам Чем были заняты казанцы 1 мая более двух веков назад? Об этом расскажет газета «Казанские известия» Первое периодическое издание Казани и одна из первых провинциальных газет в Российской империи Она появилась в апреле 1811 года и продержалась почти 10 лет Идея издания газеты принадлежала Казанскому университету Газету знали по всей России и она имела влияние на общественные процессы Казанские известия создали тенденцию появления провинциальной прессы в Российской империи Полистать издание смог Илья Андреев 1 мая – праздник весны труда В этом году мы отмечаем 60 лет со дня первого полета в космос нашего космонавта Юрия Гагарина Когда-то в далеком 1811 году в свой первый полет отправляется первая периодическая газета города Казани «Казанские известия» Она стала одной из первых провинциальных газет в Российской империи «Казанские известия» выходили почти 10 лет и были более полноценным изданием Реально участвовали в жизни города и не только Его знали по всей России По степени известности и влиянии на общественные процессы наши «Казанские известия» так и остались первыми И в 1911 году столетие провинциальной прессы «Россия» отчитывал именно от них Вот перед нами первое периодическое издание, которое издавалось в Казани Это пошив газеты «Казанских известий» Вот здесь на крышке можно обратить внимание за 1811 год Мы с вами открываем первую страницу и здесь первый номер за 19 апреля 1811 года Выходила газета вот апрель 19 дня Здесь можно обратить внимание на штамп Студенческая библиотека и герб «Казанские известия» И выходила газета «Казанские известия» до 29 декабря 1820 года Газета сообщала читателям наиболее важные российские общественно-политические новости Публиковала статьи по истории, статистике и этнографии Основное содержание первых номеров «Казанских известий» составляли частные казенные объявления Статистические данные по Волжско-Камскому краю, анекдоты, различного рода сообщения В том числе о продаже или сдаче в наем крепостных и дворовых людей «Казанские известия» не раз подвергались критике со стороны министра народного просвещения Который считал, что содержание некоторых статей неприлично И видел в них ошибки не только типографические, но даже против слога языка Вскоре Казанский университет сформировал особый комитет для издания «Казанских известий» Программа газеты была существенно расширена, но по распоряжению того же министра Были исключены отделы философии, правоведения и медицинских известий С 19 номера «Казанские известия» стали выходить при университете Печататься в университетской типографии До этого печатались в губернской Публиковались разнообразные материалы в состоянии развития промышленности, торговли, культурной жизни, Волжско-Камского края, обзоры по истории, этнографии, экономике, а внутренней и внешней политике Российской империи Большое внимание уделялось боевым действиям в Отечественной войне 1812 года Успехам полководства, патриотизму народных масс, формированию ополчения Более подробно познакомиться с газетой «Казанские известия» можно на официальном сайте Казанского федерального университета А также на официальных страницах научной библиотеки имени Николая Лобачевского В социальных сетях Как говорил американский писатель Марк Твен Тот, кто ничего не читает, не имеет никакого преимущества перед тем, кто читать не умеет Так что до новых добрых встреч в библиотеке Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку Илья Андреев, Радмир Софиулин, Булат Садыков, КФУ, итоги недели На этом у нас все Пусть эти майские каникулы пройдут для вас и ваших близких познавательно, весело и с пользой Кстати, все эти дни в республике будут работать пункты вакцинации Кто не сделал прививку от коронавируса, воспользуйтесь возможностью Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok